На подворье храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках прошел праздник «Царские дни Валяухова». Прихожане и многочисленные гости приняли участие в богослужениях, крестном ходе, утреннем молебне с акафистом. В рамках праздника прошел концерт победителей конкурса под названием «Где каждый уголок хранит дыхание царственной семьи». Галина Ледвина расскажет об этом событии подробнее. «Царские дни Валяухова» – это яркий праздник. В концерте с огромным энтузиазмом всегда участвует молодежь. Не хмурыми лицами, не безудержным весельем, а православной радостью. Таким необычным для светских людей образом у храма царственных старсотерпцев вспоминали трагическую дату – столетие подвига святой семьи. Память всех святых, каким бы образом они не закончили свою жизнь, даже мученически закончили. Мы, верующие православные, мы считаем праздником, не поминками, не обдевшись все черное и со слезами на глазах, вспоминая, как жестоко с ними поступили. О масштабах вечной жизни мы знаем, что они теперь радуются, они на небесах все святые. Прозвучали песни и стихи, прославляющие государя и его вгустейшее семейство и те места, которые связаны с их жизнью. Вспоминали, какой искренней и глубокой была вера в Бога у принявшей православие императрицы Александры Федоровны. Песня о Волге напомнила о путешествии царя Николая по русской реке в Кострому – колыбель династии Романовых. Известно, что царь любил казачью культуру, поэтому перед казачьей песней был исполнен танец с шашками. Под Санкт-Петербургом в царском селе был устроен такой Федоровский городок, где царь Николай мечтал собрать всех мастеров со всей России, чтобы они возрождали русскую культуру. И мы тоже этим концертом и всеми царскими днями пытаемся возродить русский дух. Для нашей многотетной семьи пример для подражания. То есть, как он воспитывал своих детей, как вообще у них были отношения междусемейные, как царь общался со своей супругой – это вообще достойно особого разговора. Какие нежные письма они друг другу писали. Почтить память царской семьи приехала творческая молодежь из Сербии. В Первую мировую войну царь Николай проявил исключительное мужество в защите славянского народа. Только после требований российского императора спасти сербскую армию, союзники вывезли несколько десятков тысяч сербов с албанского побережья на остров Корфу. Кульминацией концерта стало выступление иродяка Нарфаила, автора-исполнителя песен, лидера православной группы «Сыновья России». У стен храма прозвучала программа «За веру царя и Отечества». У отца Рафаила, носящего фамилию Романов, особое трепетное отношение к семье последнего российского императора. По его мнению, грех цареубийства – тяжелое бремя на народной совести, и он еще не изглажен. Царь-то Николай, конечно же, он заплатил и простил наш народ, но перед Богом мы виноваты. Поэтому наше отношение должно быть сугубо покаянное, и мы должны принести действительно полное покаяние в этом содеянном. Царские дни Валяухова были очень насыщенными, теплыми, прошли, как всегда, в молитве и атмосфере радости.